Пусть и рецепт вы на наих помилленных. Аминь. Пусть и свете истины, благослови и освящайся всякого человека, грядущего в мирнознамец на свет лица Твоего. Да мне, Музем, свет неприступный. И исправи стопы нашей деланью заповедей Твоих. Молитвами причистия Своей Матери всех святых Твоих. Аминь. Избранной Боеводи победительная, яко избавшийся от злых, Благодарственная, воспитываем Тероби Твоей, Богородице. Но яко имущая державу непобедимую, От всяких нас без свободи дозовием Ти. Радуйся, Небеса, Ненебесная. Слава Тебе, Христе Божий, упование наше, слава Тебе. Слава Отцу, Сынам, Святому Духу и ныне, и крестной, и вовеки веков, аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови. Иисус истинный Бог наш, молитвами причистия Своей Матери всех святых, помилуй и спасет нас, Яко благо человека любит. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Сегодня церковь совершает память святых мучеников Галлокеона и Пистемии. Краткое их житие послушаем. Богатые и знатные супруги Клитофон и Лепкиппия, жившие в городе Емесе в Финикийском, долгое время были бездетны. Много золота отдали супруги языческим жрецам, но остались бесплодными. Городом и местом в III веке управлял поставленный Римом сириец Секунд. Он был беспощадный и ревностный гонитель христиан, и для их устрашения велел выставить на улицах изощренное орудие пыток. Достаточно было малейшего подозрения в принадлежности к секте галилеян, так язычники именовали христиан, чтобы человек был схвачен и предан мучениям. Несмотря на это, многие христиане добровольно отдавали себя в руки палачей, желая пострадать за Христа. Один старый человек по имени Ануфрий, скрывающий под рубищем нищего свое иноческое и пресвитерское достоинство, ходил по имесу из дома в дом, прося подаяния. Везде, где он видел возможность отвратить людей от языческого заблуждения, он проповедовал о Христе. Однажды он пришел в богатый дом Левкипии. Принимая от нее милостыню, Инок почувствовал, что женщина печальна, и спросил ее о причине этой печали. Она поведала старцу о своем семейном несчастье. Утешая ее, Ануфрий рассказал ей о едином истинном Боге, о его всемогуществе и милости, о том, что он всегда дает просимое тем, кто с верой обращается к нему. Надежда наполнила душу Левкипии. Она уверовала и приняла святое крещение и стала тайной исповедницей христианства. Вскоре после того, во сне ей было открыто, что она родит сына, который станет истинным последователем Христа. Сначала Левкипия скрывала от мужа свою радость, но когда младенец родился, она открыла мужу свою тайну и убедила его креститься. Младенца назвали Галактионом. Родители воспитали его в христианской вере и дали ему прекрасное образование. Он мог сделать блестящую карьеру. Галактион же стремился к непорочной иноческой жизни, уединению и молитве. Когда Галактиону было 24 года, отец решил его женить и нашел невесту, красивую и знатную девушку по имени Епистемия. Сын не противился воле отца, однако по промыслу Божию свадьба была на некое время отложена. Часто, посещая невесту, Галактион постепенно открыл ей свою веру, обратил ее ко Христу и сам тайно крестил ее. Вместе с Епистемией крестился и один из ее рабов, Евтолмий. Новообращенные решили, по примеру Галактиона, посвятить себя иноческой жизни. Покинув город, они скрылись на горе Публион, где было два тайных монастыря, мужской и женской. Новые иноки должны были взять на себя основную физическую работу, так как насельники обоих монастырей были стары и немощны. Несколько лет иноки подвязались в трудах к посте и молитвам. Однажды Епистемии было во сне видения. Она и Галактион стоят в дивном дворце, предсветным царем, и царь подает им золотые венцы. Это было предвестие их скорой мученической кончины. Язычникам стало известно о существовании монастырей, куда был послан отряд, чтобы схватить их насельников. Однако монахи и монахини успели укрыться в горах. Только Галактион не захотел бежать и остался в келье, читая Священное Писание. Когда Епистемия увиделась, что воины ведут связанного Галактиона, она стала умолять Игуменю отпустить ее, потому что хотела принять муки за Христа вместе со своим обручником-учителем. Игумене со слезами благословило Епистемию на подвиг. Святые перенесли тяжелейшие пытки, молясь и прославляя Христа. По приказу судьи их четвертовали. И Евтолми, бывший раб Епистемии, брат его Христе, исподвижник в виноческом делании, тайно предал честному погребению тела святых мучеников и составил в назидание современникам и потомкам их житие. Аминь. Храни всех Господь.